Сколько стоило маникюр у тебя? У меня с учетом всей сложности моей работы было 13 тысяч, и я пошла в бюджетный салон. А можно у нас плюс есть? Да. Для чего вы снимаете? Меня присоединил другому мальсеру, и все. Первый раз хорошо. Я такая, ну я хочу девятку. А она такая, ну давайте сделаем семерку. Я такая, ну я хочу девятку. Чтобы было все дровнее, мы с тобой будем наращивать ногти на верхней форме. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы с Лианой пошли сделать, наверное, самый необычный маникюр, который мы когда-либо делали в рамках этой рубрики. О да. Мы с Лианой поехали делать принципиально разный и новый маникюр, которого у нас никогда еще не было. Мы будем делать одновременно и длиннющее наращивание, и коротющие ногти с очень уникальным необычным дизайном. В этот раз мы решили проверить как дорогой салон, так и бюджетный. Поэтому до этого видео мы с Лианой определились, кто идет в этот раз в дорогой, кто в дешевый. Она идет в дорогой, я сегодня еду в дешевый, чтобы проверить, как и что у нас получится. Давайте посмотрим, что там у нас по салонам в этот раз выходит, и кто из салона вообще лучше справится с поставленной задачей. А она, ой, какая непростая. Привет, я сегодня еду в дорогой салон, чему я, конечно же, очень рада. Я, наконец-то, буду переделать вот это безобразие. Нет, на этой руке все хорошо, вы не подумайте. Вот на этой руке вот это вот безобразие меня просто убивает. Все еще зацепляется за волосы. Я думаю, вы меня понимаете, это безумно неудобно. Вот. Я подглядела в ТикТоке, увидела, вернее, офигенный дизайн. Немножко вам проспойлерю, чуть-чуть. На одной руке будут суперкороткие ногти, однотонные. А на другой руке будут экстремально длинные с офигенным дизайном. Надеюсь, что все получится. Ну, погода, конечно, сегодня говорит о чем-то хорошем. Определенно. Давайте узнаем. Я записана на 2 часа. Очень красиво у вас. Очень красиво. Такое огромное зеркало. Вау. Очень красиво показано ресепшн. Пока ставлю лайк. Дай мне, пожалуйста, небольшой спойлер. Вы скоро все увидите. Тебе понравился твой маникюр в конечном итоге? Концептуально или нет? Это на случай, если салон решит нас обосрать. Да, мы просто уже будем с первых фраз теперь говорить, понравилось нам или нет. Мне понравился. Мне абсолютно понравилось. Я обосторг. Продолжаем. Короче, ребят, я уже собиралась начать делать свои утренние сборы, чтобы выходить в салон. Ко мне приехал курьер и привез мне две вещи, которые я безумно долго ждала. Как вы уже догадались. Судя по тому, что вы здесь видите, мне наконец-то пришел мой костюм Леди Бах. Это индивидуальный пошив под меня. Однажды мы его померим, но не сегодня. Я боюсь его мерить. И вторая посылочка, которая мне пришла, это вот такая вот коробочка от Ева Мозаик. Я очень сильно люблю этот бренд. Настолько сильно его люблю, что даже свое самое дорогое сокровище в мой бьюти-бокс я его несколько раз уже приглашала. Я была очень рада, когда они соглашались. Давайте посмотрим, что нам тут прислали. Как много всего. Это косметика отличного качества. И начиная от дизайна, заканчивая самими продуктами. Кстати, этой осенью бренду исполняется 21 год, и он очень классно переупаковался. Зацените сами. При этом бренд как бы сам вырос, но цены остались на прежнем уровне, и это замечательно. Вот смотрите, я покажу вам все на продуктах. Я в восторге от тональника, от его правильного оттенка, от того, как легко он растушевывается и как здорово он лежит. Мне безумно также понравились тени. Это вообще что-то невероятное. Посмотрите на этот зеркальный эффект. Я даже не знаю, как выразиться. Как будто на зеркало налили воду, и оно вообще просто невероятно блестит на этих сиреневых глиттерах тенях. Далее сделаю контуринг, и я использую вот эту палеточку. Идеал Face Counter. Люксовая упаковка Color Magic Balm. Это вообще просто невероятная моя любовь. Я реально рекомендую вам присмотреться к этому бренду, потому что это тот самый случай, когда качество в миллион раз превышает цену. Короче, в этот раз мы с Лианой не сговаривали, с какой будем делать дизайн. Просто нам выпал ей дорогой салон, а мне дешевый. Поэтому сейчас я иду в дешевый салон, как бы вид у меня тут везде. Вот такой вот. Я не знаю, что будет, но я очень надеюсь, что будет хорошо. Запомним мои ногти, как они выглядели до. Ну, как-то так. А че, если нормально будет? Ой. Так. Расскажи вообще о своем первом впечатлении, потому что ты пошла в салон раньше, чем Яна. Да. Как мы начнем с тебя рассказать сегодня? Я зашла, был хороший салон, было довольно пусто, было все так приятно, красивенько. Милая девушка-администратор, абсолютно милейшая. Спасибо большое. Кофе, чай, водички. Наверное, и чай. Травяной с ромашкой. Спасибо, спасибо. Это прям супер. Но интересно, у меня посадили к мастеру. И я как бы говорю, что я хочу делать. А она такая, ну, а зачем вам делать новое наращивание? Давайте сделаем до наращивания. А я скидывала заранее дизайн, который буду делать. А, на рабочую? Да, 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 да. И прям с мастером Федор сейчас согласовывали. Вам показывали дизайн, который мы будем делать? А там возле кутикула, да? Да, 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 и на ребре еще. Супер. Острый стилет? Да, да, острые, длинные, девятку. Я такая, ну, я хочу девятку. А она такая, ну, давайте сделаем семерку. Я такая, ну, я хочу девятку. Она говорит, ну, семерку тоже будет хорошо. Блин, она начала с тобой спорить. Ну, типа, почему вы хотите девятку? Я говорю, просто потому что я это хочу. Я думала просто делать девятку. А у меня правая рука будет вообще обычной, чуть ли не под корень, там, будет 2 миллиметра ногти. Будет короткая, правда? Да, или длинная одну. Да. Я недавно видела в ТикТоке, думаю, господи, это же так гениально, удобно. У вас нет формы девятки, да? Ну, пиле ногти. Просто я когда записывала, сразу говорила, что хочу девятку. А это какая-то она у вас? Я не помню, мне кажется, шестерка была. Давайте. У тебя первый швейнг от мастера. Так, ну, ты знаешь, на самом деле я должна немножко признаться, так как я очень хотела сделать, чтобы этот маникер у меня был классный. Я спросила у моих знакомых блогеров, куда мне пойти в салон. Прихожу туда, меня встречает девушка, моя мастер, сразу начинается на общение на ты, поэтому пусть вас не смущает, что я в течение видео ей тоже как бы тыкну, ни в коем случае не потому, что я там кого-то не уважаю, а просто потому, что мы вот так общаемся на ты. У меня на левой руке будет, получается, длинные ногти, можно прям шестерку, семерку сделать. Вот, на правой прям оставляю максимально короткие, чтобы было удобно. Ки-ки-ки. Ну, мне нравится то, что начался тренд на то, что одна рука длинная, другая короткая, потому что это, правда, очень удобно. Ну, и выглядит прикольно, когда они в одном стиле сделаны. Первый раз, я сейчас слышу. Первый раз, да? Ну, лучше прям вот так. Ой, я думаю, сейчас много будут, потому что это только-только, знаешь, появилось, вот народ начал это делать активно, и все оценили, насколько это удобно, потому что на левой руке ты можешь все что угодно там наделать. Вот, соответственно, ну, на правой руке ты просто с комфортом ходишь, там, хоть с однотоном, все равно это прикольно выглядит. И у нас был, короче, небольшой коллапс, обязательно нужно об этом рассказать. За несколько дней, для того, как пойти на маникюр, я, естественно, тоже скидываю концепт, который я хочу сделать. Проблема в том, что мне нужны были стразы определенные, хорошие, дорогущие стразы, именно от Сваровски. Это важно, дорогущие стразы от Сваровски, черные и красные. И проблема в том, что Сваровски больше не производят стразы, они больше не производят кристаллы, просто не знаю, как это правильно, камни. Ну, короче, вот эту вот штуку свою Сваровски больше не производят. И все, что сегодня есть в Москве, это то, что осталось от того, когда они это все производили. Короче, буквально за день до того, как я иду к ней на запись, она говорит, проблема, не можем найти черные стразы в нужном количестве. Давай дело другое. Ну, я думаю, ну, ладно, если нет, то что поделать, да, то товара буквально этого не существует, пусть будут белые. Я к ней прихожу, мы начинаем делать маникюр, и она просто так спокойно говорит, кстати, я в итоге нашла тебе черные стразы, у меня муж по всей Москве гоняет, он собирает со всех складов, со всех магазинов, где есть, несколько упаковывать их в черных страз, поэтому он привезет. Реально? Да, подожди, у нас же с тобой изначально получилось, когда я писала, что не будет черных страз, но вот ты их все-таки нашла. Да, 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 да. Офигеть. Ну, вот муж, я тебе говорю, Паритка, там, короче, все в том, что они там, где я заказываю, всегда. Ага. Нужно заранее заказывать. Да, прямо прилично, потому что у них огромный склад, и они, короче, там в огромных отпевых мешках, и они их экспортируют, ну, на, это, на рознику. Блин, ты меня очень сильно обрадовала, потому что я, правда, уже не рассчитывала. Ну, ладно, будут белые, ничего страшного, сейчас сделаем черные. Ну, ладно. Я просто офигеть как рада. А-а-а. Вернемся к Лиане. В итоге выяснилось, что моя мастер никогда в жизни не делала наращивание для нее семерки. А, она боялась. Да, и подходит, ну, просто, и подходит администратор, говорит, ну, сделай. Она говорит, я никогда не делала. Она говорит, ну, сделай. Она такая, ну, я не умею. Ты не слышишь, я никогда не делала, типа. То есть они начали достаточно неприятно вот это все обсуждать, правильно тебя понимаю? Да, было довольно сразу. Типа не супер неприятно, но, знаете, не очень. Ты такой сидишь, ты заранее скидывала все, говорил длину, я перепроверила. Комент. Требу не бери. Девушка, которая помогает Лиане разобраться с вопросом ее длинного наращивания, это не ее мастер, чтобы понимали. Это другой мастер из этого же салона, который почему-то переживает о судьбе Лианы, как клиента, больше, чем, собственно, мастер, к которому пришла Лиана. Так, что нарастешь? Добро нарастить. Не снимаю, а светлую гену. Держу. Наращиваю гену. А в чем проблема снять наращивание и сделать новое наращивание? Семерку я наращиваю. Девятка сейчас будет первый раз. Максимально семерку наращивали? Да. А девятку не наращивали, да? Ну, сделаешь? Девятку. Я девятку не делала никогда. И в итоге меня посадили к другому мастеру. Причем вот эта мастера, к которому я села первый раз, она была, знаете, такая... Ну вот мы сегодня не совпадали по вайбу. Если я по вайбу такая... То она такая... Ну, зачем мне девятка? Давайте сделаем семерку. Ой, то есть тебе она не понравилась. Да, то есть она... Может быть, тебе бы она понравилась. Может быть, вы бы с ней такие бы совпали, знаешь, на вайбе вы такие обе были бы. Зачем вам девятка? А зачем вам задавать мне этот вопрос? И меня присоединили к другому мастеру, и все. И она была супер. Она была такая пучка вообще. Вы уже наращивали, да, такую длину? Да? Часто хотят такие длинные? Ну, не прям часто, но бывает. Ну, это просто неудобно, как вы... А показать вам заранее дизайн, который мы будем делать? Просто ранее посылала, мы согласовывали с мастером. Что касается моего мастера, она очень профессиональная. Я не знаю, как объяснить степенью профессиональности, разве что только небольшим спойлером, что весь мой маникик расчетом всего 3 часа 20 минут делался. 3 часа займет? Всего 3 часа, ты думаешь, займет? Да, ну да. Мы, короче, недавно были с подругой в салоне. Мы, знаешь, такой очень распиаренный блогерами. И ей делали наращивание 7 часов. 7 часов. 7 часов. А мне делали обычный черный шелак 2,5 часа. Ну да, ну да, еще нет. Короче, как мы с тобой сейчас поступим? Чтобы было все дровнее. Мы с тобой будем наращивать ногти на верхней форме. Ну и максимально, чтобы все было побыстрее. Все. А, все хорошо. Все, все. Ну и собраточки будем красненьким, да, красить? Да. Получится, да? Да, конечно. С учетом полного маникюра, с учетом наращивания, с учетом инфрустрации кристаллами каждого моего ногтя. 10 ногтей. 10 ногтей, да. 3 часа 20 минут. Вот. Она очень быстро работала, при этом она отвечала на все мои вопросы, которые я задавала, отвечала развернуто. Когда она увидела, что я снимаю, она вставила просто свой телефон на штатив. Свой телефон вставила на штатив, такая, ты снимаешь? Такая, да. Такая, ладно. И просто потом в конце перекинула мне аэродроп, еще 40 файлов, просто сфера. Если ты не против, я для влога еще снимаю. Я тебя отвлекать не буду. Ну давай, давай, что нет. Супер. Но в этот раз я что-то прихожу, смотрю, в максимально неформальная обстановка, и я такая, ну блин, очень странно, в максимально неформальной обстановке делать как-то вот так вот, поэтому лучше уж я сразу спрошу. И если нет, то буду беспалевно снимать, ну а если да, то почему бы и нет. Мы поняли, да? Хватит нам с вами двух часов, ой, четырех. Как вы уже знаете из спойлера, о котором я вам сказала ранее, мой маникюр длился 3 часа 20 минут. Что ж, посмотрим, сколько он будет длиться у Лианы. Скорее всего, как обычно, дольше, но посмотрим, насколько дольше. Интересно, побьет вообще какой-нибудь маникюр в этой рубрике тот рекорд, который был в салоне Инстасанки 6 часов 40 минут. О боже, у меня короткие ногти, как непривычно я могу сжимать кулак. Деть, я не могла сжимать кулак, не знаю, сколько. Кир маникюр, да? Инструмент, стерильный индикатор. А что значит коричневый индикатор? Это значит, что они стерильные. У Лиане, наоборот, были вопросы, зачем она снимает? Может быть, я очень памятно снимала в этот раз, я не знаю. Она такая, а зачем вы снимаете? И я такая. А можно у вас спросить? Да. А для чего вы снимаете? Да, стараюсь себе. Я вас не снимаю, не переживайте. Нет, это не переживайте. Только этапы ногтей, чтобы потом смонтировать. Некоторые выдают как за свои работы потом. В плане кто? Ну, у нас была такая ситуация, приходила девушка, спросила сделать ногти. Ага. С тем, что ногти должны были быть с электрическими проводами. Что в плане как это? Это, типа, наращивание. Да, ставят электрические провода, она все собой принесла. Электрические провода ставят в ногти? Да. И что происходит потом? Ну, это все покрывают обычным гелем. А в плане просто прикольно, что в ногти провод. Да, потом снимают это все. Ну, естественно, должна была снять этот весь процесс. Потом нужно было снять это все наращивание и сделать грустенькие ногти. Ну, и нужна была работа для своих, как бы, работа, скажем. Угу. У нас руководство запросило это в этом месте. Сначала, что все это будет снимать на видео. Потом попросила, сказала, что их надо будет ей обратно снять и сделать обычные короткие. И что, типа, потом она выдаст эту работу за свою. А. Что? Да, я сказала, ну это же довольно странно. Типа, ты же снимаешь, видно же руки. Она такая, ну что там, руки в перчатках. А мы сейчас за руководство все сделали? Ну, сейчас я буду, получается, что покрывать. А, все, да, так быстро. Нет, даже сообщение не успела написать. А маникюр уже готов. Прикольно. Меньше, чем за 15 минут, сделала полностью маникюр аппаратный. Учитывая, что я все опоздала. Хотя я обычно никогда не опаздывала. У меня тут просто произошла вот эта тупая ситуация, что я выехала. Пришлось машину оставлять и вызывать такси. Я вам отвечаю, это был самый быстрый маникюр вообще в моей жизни. То есть никогда быстрее мне не делали именно маникюр. Потому что я реально сидела, переписывала с подругой. Но вроде только начала снимать, а мне говорят, уже все. Мы будем делать верхние формы, да? Да, на верхних формах мы будем работать. Все это удовольствие. Вот сюда вот укладывается материал. Потом это все вставится, поджимается. И вот и работает лицо. Когда я к ней села, спросила, сколько по времени займет. Она говорит, ну ориентировочно 3 часа. Я еще подумала, какой силы, какие 3 часа. Я помню твою историю, как тебе делали того, прости, по-своему, дракона. За сколько, 7 часов, да? 6 часов 40 минут. 6 часов 40 минут, все. Да, чтобы до нас не было. 6 часов 40 минут. Вот. И, конечно, когда мне сказали, там, 3 часа на архисложный маник. Я такая, ок, хорошо, конечно, 3 часа. Уже морально готовлюсь, потому что я тут до ночи буду торчать. Но нет, реально 3 часа 20 минут. Да, да. И мне за 4 часа, и я такая, вау, как это быстро. Штука такая прикольная. Первый раз, кстати, вижу. Это специальный фиксатор для... Ну, да, 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 да. Я первый раз в жизни делала наращивание на верхней форме. Я никогда, сколько не ходила в салон и не наращивала ногти. Но ни разу мне так не делали. Единственный раз, когда я что-то делала подобное, это когда я сама себе попробовала сделать наращивание еще 2 года назад. Но просто я не знаю, почему выбрала именно наращивание на верхней форме. Просто выбрала. Но у меня, конечно, получилась полная дичь. Вот. Поэтому мне очень интересно, как получится этот маникюр, насколько вообще реально это будет носиться. И что вы думаете про наращивание на так называемой верхней форме? Потому что я вообще ничего не шарю и не понимаю. Могу только финал вам показать, а вы уже выскажите свое мнение. Выглядит это, конечно, внушительно. Прямо сушить, да, вот так вот вам сейчас? Прямо, прям сушить, да. Если честно, но вы знаете, я как человек, который ненавидит длинные ногти, я просто не могу с ними не работать, ничего. Я очень сильно переживала, чтобы мой маникюр удался, чтобы вообще в целом ноготь не был слишком толстый, чтобы я могла с ним взаимодействовать. Хотя, учитывая то, что дальше вы увидите, какая жесть будет на моих ногтях, я думаю, вы в целом поймете все мое опасение. Так что, если вдруг вы смотрите мои видео, мои ногти еще не обгрызаны, знайте просто, что ногти класс. Если что, я на маникюр ходила 13 октября. Блин, надеюсь, что их хватит. На боксах очень много. Мне кажется, вообще понты. Капец. Блин, ногти еще такие длиннейшие. Ну да. Жесть. Давайте вернемся к Лиане, посмотрим, как дела обстоят у ее маникюра, ее наращивание на целую девятку. Ох, мне на самом деле очень интересно, получится там или не получится, как это будет выглядеть в итоге, и насколько большая разница у нас с ней будет в наручных ногтях, как и по длине, так и по толщине. Блин, ну мне кажется, длинная рука много больше нравится, чем короткая. Я все-таки очень длинные ногти уже. Да, все, уже раньше надо было все, все. Прям офигенно выглядит. Но это правда очень неудобно, когда они на обеих руках. Вот эту руку вообще теперь не хочу показывать, никаким людям. На улице буду ходить так прятаться. Вау. Стирка у меня на голове, когда они были яркие. Да. Мы с вами вроде по времени спливаем нормально, да? Точно. Тоненькие, толстые. Потолще, я думаю, наверное. Ну, мы еще потолще, мне кажется. Грубо не будет еще толще. Ну, наверное, так будет идти на утолщение, да? А потом на утончение. Да. Под кутикулу еще покрыть. Не поняла, что делаем у кутикулы. Да, под кутикулой надо покрыть. А, чтобы я поняла. Чтобы было. Бавно. Вы сделали уже намного красивый градиент, чем был на референсе. Спасибо. Но там на референсе плохая работа. Мне просто понравился дизайн. Здравствуйте. Спасибо большое. Принесли стразы. Блин, мне так неловко, что все в итоге просто поехали за этими стразами. А знаешь, что проблема? Проблема в том, что сваровские перестали... А я просто не знаю. То есть, сваровские я могу отвечать своей головой. Что они не отвалятся, что они не облезут, ничего. А вот что-то другое я просто даже не знаю. Что вообще может быть? Типа, знаешь, корейские, китайские стразы. Ну, типа, можно попробовать, но... Никакой гарантии, что он нормально будет, да? Конечно. Тем более здесь такой объем. То есть, понимаешь, на всех ногтях. Да. Ну, вообще стрёмно, на самом деле. Поэтому, ну, нахрен. И вот эти вот я-кристаллы, они, короче, просто остатки. Офигеть. Она выглядит очень круто. Просто. Слушай, это грекантки. Жесть. Да, как раз там бриллианты производятся. Просто жесть, блеск. Очень красиво. Можно вопрос? Да. Мне всегда кажется, когда говорят, а у нас Камни Сваровские, что мне как будто врут. Типа, а как отличить Камни Сваровские? Это бы всегда казалось, когда говорят, типа, у нас Камни Сваровские. Я такая, ну, хорошо, как-то никак я отличу. А, нет, это очень важный момент, потому что на Камни Сваровские там же есть и лицензии, и определенные упаковки. То есть, ну, это знаешь, как, типа, когда ты идешь в магазин а-ля Прада, ну, тебе все выдает там вместе с Прадой, что это, ну, буквально Прада. Короче, ты уверена в том, что это был не обман? В моем случае это точно был не обман, как раз-таки, почему я нашла об этом говорить. Короче, все стразы, которые аналоги, которые корейские, во-первых, они перестают блестеть через какое-то время. А, потому что они облупливаются, да, в короче? Они не облупливаются, они просто, знаешь, как затесываются, как стекляшка. Просто перестают блестеть. Раз. И вторая, как бы, проблема, ладошка мне наверху, так. Это то, что они, у них, короче, вот эта подложка сама. Да. То есть, подложка остается на месте, а камень от вас. Я просто еще не, знаешь, не изучала этот вопрос. Я всегда работала со Сваровски. Не, меня это устраивает. И сейчас обмену, как бы, я, ну, я говорю, не изучала этот вопрос. Ух, невероятно красиво. Жаришко. Просто невероятно. Ковец. У мастера было очень много разных прикольных штук, и мы решили сделать маникюр с пятнами от цветной фольги. Делаем разные цвета. Прикольно. Прикольно. Процесс, мне кажется, прикольнее. Да, да, да. Плохо, да, желто отпечатывается. Потому что он бледный. Ну как, какой-то надо добавить? Мне кажется, какой-то еще хоть яркий цвет, такой же, как типа синего, знаете. Потому что желтый, он что-то совсем там такой. Да, он бледный. Очень бледный, да, максимально. Сколько стоил маникюр у тебя? У меня с учетом всей сложности моей работы было 13 тысяч, и я пошла в бюджетный салон. Ну, походу, мы там немножко с тобой поменялись местами. 13 тысяч? И у меня бюджетный салон. Ты угораешь, честное слово? Да, абсолютно. Давай. Б-богатство. Да. Никогда этого не было, и вот началось. 13 тысяч вышел мой маникюр в бюджетном салоне. Мы говорили до этого цифрами, которые я вот так заплачу. Мне кажется, что нет. Должен быть какой-то подвох. Изначально я должна была за маникюр заплатить 6400. У меня должен был быть везде лунный френч, и одна рука короткая. Когда я пришла оплачивать, мне сказали 9500, но это с учетом того, что я делала еще и брови, мне убирали волосы верхней губой. Гофили как-то ужасно звучит. И я спросила, сколько стоит отделяно куточки. Мне сказали 8150. Я не стала даже обсуждать и скандаль за счет цены, потому что оно абсолютно логично. У меня два ногтя был дизайн с разной фольгой, и полностью обратная сторона ногтей вся попрыта гель-лаком. Вот, поэтому цена абсолютно оправдана, ее увеличение, поэтому здесь я даже не стала ничего выяснять. 13000! Это же маникюр, да. И 8000, ты гасила в бюджет этого видео? Для меня абсолютно точно самый дорогой маникюр, потому что мне почему-то на маникюр всегда не везет, мне всегда бежит склон, поэтому я была чем-нибудь чем-либо. Ну, в итоге я получила 12000, да. Я спросила, сколько бы получилось это без камней. Проблема именно в камнях. У меня за каждый ноготь 1000 рублей. Давай мы пока сушим, посчитаемся, сколько я тебе должна за все за стразы, за работу, за наращивание. Чтобы время потом не тратить. Так, смотри, вообще за царь ноготь я беру 1000 рублей в один недор. Все, и наращивание, в прочее, 13000. Да. Все, хорошо. Соответственно, вот сколько бы было моего маникюра, я думала, вы можете почитать это сами. За каждый ноготь косарь. Да. Я думаю, не важно, что и тут меньше. Ну, она просто хоптом почитала. Если бы мы сидели и считали каждый кристалл, мы бы там обездохли просто. Поэтому она взяла среднеарихметическое, я считаю, сделала абсолютно правильно. Я бы точно так же поступила. Вот, сказала, ну, давай там 10. Возможно, я бы должна была сплатить больше. Может быть, я бы должна сплатить, но это еще была бы меньше. Но реально сидеть, знаете, считать каждый абсолютно камень там высчитывать. Учитывая, что они еще разноразмерные, но это, ну, честно, я не готова сидеть еще 3 часа, чтобы считать каждый камень. Почему 10, ты сказала 13? За все... ну, 13000 с счетом работы, наращивание детей. У меня именно косарь за инфрустрацию, или как это правильно называется. Я поняла. Ну, я просто в шоке, мне нечего сказать, кроме слов, потому что это просто... это купец. Ну, вообще нет слов. Это лучший маникюр, который я когда-либо делала. Камера даже близко не придет, насколько это круто выглядит. А здесь я решила сделать черно-красный, и выглядит тоже очень круто. Просто невероятно красиво. Я просто... ноль слов. Я просто... ноль слов. Я не знаю, в каком стрёмном месте я нахожусь, но мне сделали самый лучший маникюр в моей жизни. Вот вообще не иронично, без шуток. Как же, например, мне ногти длились на те, я просто не могу. Красный. Давай, покажу тебе свой маникюр. Ну, во-первых, вот. Ну, видишь, из-за того, что у меня другая сторона прокрашена блестками, ну, ярким цветом, у меня кончики вот эти посинели. А, да? А я думала, это градиент такой обновленный, а выглядит круто. Нет, не выглядит это где-то. Сначала я такая, а потом такая, не прикольно. Не, очень круто. Наоборот, здорово, это то, что есть градиент. Очень круто, реально просто супер. Слушай, ну вот я смотрю на эти твои ногти, объективно это, наверное, лучшие ногти, которые тебе делали. Они светятся еще вот эти вот, вот эти дененчики. А, реально так немножко видно. Ну, я в шоке, что такая экстремальная для меня длина мне носится абсолютно нормально. Кстати, по тонкости, вот, видите, они у меня абсолютно не толстые, несмотря на то, что здесь большая часть пространства занимается сразу. Ну, и вот, в принципе, прям как у Лианы получается толщине даже. Ну, у тебя просто как будто бы немножко более ребристые за счет камней. Ну, да, естественно, они вон буквально вот. А вот этот, кстати, субборадовый, который я говорила. Ну, да, как будто вот этого, это было бы совсем тупо, поэтому я ставлю, что твоему, что моему маникюру, абсолютный лайк. И мне кажется, это прям реально прекрасно выглядит. Да, я согласна, можно в целом его вообще вести в топ. Но у меня просто вот так вот сочетаются, а вот так это просто, ну, как бы разные люди. Я, честно, не напоминаю вот эту такую взрослую женщину, а вот это такое вот пиздюка просто, чисто. А мне и не знаю что. Как обычно, не пойми что. ФС. К слову говоря, сегодня 30 октября. Если вы смотрите это видео в первый день, то вот так вот выглядит это видео до того, как я опубликую его на канале. Но мы с вами тут собрались не для того, чтобы мои монтажные способности обсуждать, а для того, чтобы узнать, остались ли камни на моих ногтях или облезли. И с гордостью вам показываю, что получается ровно за две недели ни один камень с моих ногтей не упал. И, да, с кутикулой тоже происходят какие-то чудеса, потому что, ну, понятно, что вот оно все отросло, но все выглядит супер аккуратно и супер фэнси. Еще один из моментов, у меня сейчас ногти очень грязные, но если я помою руки, то они не будут такими грязными. Так что все еще ставлю лайк. Ну и здесь абсолютно аналогичная ситуация. Кстати, всем почему-то больше нравятся красные ногти, чем черная сторона. Недавно я была в салоне, куда ходит настосанка и сделала на него обзор. Хозяйке салона это очень не понравилось, и она решила выставить все так, якобы я в этом видео врук. Ладно, вот, высосать с пальца нужно, обмануть нужно, создать сенсацию нужно. Кто ты? Ты не кто ты. Не улыбайтесь здесь, не видите себя как лизоблюдки. Нет, ладно, я не буду просить прощения, потому что я не чувствую себя виноватой.